Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня 17 мая, и свои именины в этот день совершают христиане, нареченные в честь святых Иоанна, Пелагея, Николая, Никиты, Кирилла, Никифора, Климента. Мир и благословение Божие да пребывают с вами, дорогие именинники, радости вам и мира о Духе Святом. Сегодня Святая Церковь совершает память новомучника, священномучника Иерея Ивана Яковлевича Васильева. Родился святой в 1886 году в деревне Черная Грязь Осташковского уезда Тверской губернии в семье крестьянина Якова Васильева. Образование получил в Осташковском духовном училище. В 1915 году Иван Яковлевич был мобилизован на военную службу и до 1917 года служил в армии рядовым. С 1917 по 1928 год работал в сельскохозяйственной артели на Северном Кавказе. Глубоко верующий человек, он часто посещал храм, пел на клиросе и в конце концов принял твердое решение посвятить свою жизнь служению Святой Церкви. В 1928 году Иван Яковлевич поступил в один из храмов Владимирской епархии псаломщиком и все свое свободное время стал посвящать самообразованию. Настоятель храма выросил желание подготовить его к принятию священного сана. В марте 1929 года Иван был рукоположен в одиаконы, а 12 июля в освящении как о храме в селе Рогозино Владимирской области. С 1930 года отец Иоанн стал служить в храмах Московской области. Он служил в селе Прохорово Подольского района, в селе Юркино Истринского района, в селе Чеплыгино Воскресенского района и в Георгиевской церкви в селе Передельцы Краснопохорского района. В 1936 году отец Иоанн был награжден наперстным крестом. В феврале 1937 скончалось казначей Георгиевского храма, и казначей пришлось стать супруге отца Иоанна. Власти, однако, предупредили священника, что они с женой не имеют права касаться церковного ящика, но никто в селе не согласился пойти на эту должность, и власти объявили священнику, что поскольку у прихода нет казначея, они ему не разрешают служить. 6 сентября 1937 года отец Иоанн отправил прошение архиерею. Поскольку в Георгиевском храме власти запрещают служить, он просит дать ему другой приход. Архиерей направил его в один из храмов Виноградовского района. Отцу Иоанну пришлось прослужить здесь чуть более месяца, и в это время уже повсеместно шли беспощадные гонения на русскую православную церковь. 26 ноября 1937 года отец Иоанн был арестован и заключен в тюрьму в городе Коломни. Следователь расспросил священника его деятельности в качестве пастыря, и убедившись, что его выбор служить церкви был принципиальным, Щелота вполне достаточным для его осуждения и задал ему всего лишь один вопрос. «Проживая в деревне Усадищих, вы проводили контрреволюционную деятельность. Признаете себя в этом виновным?» «Нет, виновным себя в контрреволюционной деятельности не признаю», — ответил отец Иоанн. На этом допросы и следствия были закончены. Дело передано на рассмотрение тройки НКВД, и священника перевели в таганскую тюрьму в Москве. 5 декабря 1937 года тройка НКВД приговорила отца Иоанна к десяти годам в заключение в исправительно-трудовом лагере. Священник Иоанн Васильев скончался в заключении 17 мая 1942 года и был погребен в безвестной могиле. Нахожусь сейчас в некотором душевном смятении. Как Владимир Семенович в одной из песен, посвященных горам, говорит, что в суету городов и в потоке машин возвращаемся мы, просто некуда деться, возвращаемся мы с покоренных вершин, оставляя в горах свое сердце. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал. Ну а для христианина всегда таким восхождением в горы является посещение святых мест. Буквально несколько дней назад мы с приходом и с сотрудниками вернулись из паломнической поездки со святого острова Валаам. И пробыв там неделю, и возвращаясь в суету городов, конечно, становится очень душно. Душно и от воздуха, и от нравственной атмосферы, и от тех целей и ценностей, которыми живут люди в миру. И часть сердца, она всегда остается там, где Господь ближе к земле, в святой обители. Валаам по сравнению с другими монастырями и обителями, он стоит на каком-то особом месте. И всегда, когда собираешься приехать в гости, то беспокоишься, а как примут, не примут, откроют, не откроют, свои, не свои. И так было и с Оптиной пустынью, так было с Печорами. И когда в Оптиной пустыне дозволили помолиться в скиту, это было признание, что обитель открывает свое сокровенное. Или в Печорах, когда дозволяют посетить и помолиться в келье преподобного Симеона, или на Святой Горке, или в том или ином храме. И опять же, ощущение, что обитель принимает, открывает свои тайны в пещерах послужить литию у могилок святых старцев. Великое утешение и радость духовная. Ну а тут Валаам, Северный Афон. Непонятный, неизведанный и всегда беспокойство. Как? Как примет обитель? Валаам принял сурово. Еще находясь в поезде, было извещено, что на Ладоге шторм и, возможно, придется какое-то время задержаться. Действительно, был шторм и было ожидание неизвестного. Но, милостью Божией, вовремя сели в катер. И под двухбальный штормик катер Валаам отправился к святому острову. Некоторое время Валаам проверяет. Проверяет на терпение, на смирение, на готовность принять устав обители. Отложив всяческие собственные уставы и свое представление. И одним из таких испытаний было то, что группу разделили на четыре части. Но обычно, где бы ни находились, все равно группа целиком была вместе. Вместе ходили на службы, на послушание, на совместные молитвы, на общение, на обсуждение прожитых дней. А здесь разделили так, что большая часть была на усадьбе, а часть за шесть километров в воскресенском скиту. И это испытание было не так просто принять, потому что рушились стереотипы. Как хотелось, как виделось. Но, в конце концов, приходится смиряться. А когда смиряешься, то Господь дает большую благодать. Потому что Он знает, чего Он хочет. И, коль приезжаем в святое место, приезжаем для того, чтобы увидеть, в первую очередь, себя. Провести особую, сугубую диагностику. Потому что то, что затирается, замыливается в миру, оно высвечивается в монастыре очень ярко. И, разговаривая со многими паломниками, удивительным образом они открывали, что стали как-то лучше видеть, замечать свои немощи. Что-то сокровенное человек понимает о себе. Неприятно, порой болезненно. Но лучше знать свое реальное состояние и пытаться с этим что-либо сделать, чем пребывать в иллюзии. Так получилось, что паломничество совершалось в неделю Жон Мироносец. Из 38 человек группы, 33 были женщины. И для них Господь сделал такой удивительный подарок, что фактически каждый день мы были на богослужении. На утреннем богослужении, которое занимает порядка 4,5-5 часов. Начинается с полуношницы, затем первый час, утренняя, прошу прощения, полуношница, утренняя, потом часы, потом литургия. И по-монашески, по-монастырски, по-валаамски, неспешно. Все ясно и понятно. Служба достаточно длительное время занимает. С пяти утра до десяти. И каждый день большинство паломников приступали к Святым Христовым Тайнам в течение целой седмицы. Такая еще одна светлая седмица. На неделе Жон Мироносец. Первое причастие, которому удалось приступить, Валаам действительно как-то вымораживает, проверяет. Поскольку, оказавшись на литургии, священник обязательно должен быть не наблюдателем, а участником. И когда спросил о возможности причастия, то причастили. Но в череде прочих паломников. Конечно, так оно было весьма смирительно. Ну, слава Богу, как-то душа мир не потеряла. И первое знакомство, первый шаг к литургической жизни, он был таким. А последнюю литургию благословили совершить самостоятельно. Обычно службы совершаются в сослужении Валаамским иеромонахам. А здесь скитоначальник, воскресенского скита, Иеромонах Наум, благословил совершить в удивительном храме, в котором находятся копии святынь Иерусалима. И камень погребения, и кувуклия с местом, где Христос был погребен, камень помазания. Удивительно, последняя литургия как раз была совершена в этом месте. И таким благословением монастыря, что он нас принял и дозволил совершать великое таинство в этом святом месте. Если позволите, то мы завтра продолжим, дорогие мои, разговоры о Валааме и о своих впечатлениях. Помогай нам всем, Господь! Субтитры создавал DimaTorzok